Сегодня я буду служить вам. Господь вложил в мое сердце Слово и дал возможность поделиться им. И я знаю, что для кого-то это будет важное Слово. Я верю, что каждый из вас примет для себя что-то, и оно не останется тщетным. Господь взрастит его в ваших сердцах и в ваших жизнях, и вы увидите плод. Сегодня мы зажигали свечу, свечу Адвента, грядет Рождество, и грядет Новый Год. Новый Год — это всегда что-то новое, какой-то рубеж, какая-то граница. И наступает время строить планы, придумывать, какие же вы мечты напишите в нашу коробку мечты 31 декабря, положите туда, за что мы будем молиться. Хорошая возможность проанализировать прошедший год, понять, что было, чего не было, может быть, по какой причине. И сегодня я хочу об этом поразмышлять, о планах, о наших мечтах, о наших жизнях, о чем мы мечтаем и к чему стремимся. И начну я с небольшого примера, расскажу про одного мужчину. Я не помню, когда это произошло, но я слышал эту историю лично от ее свидетеля, от этого участника, от мужчины, который возвращался домой из магазина поздно вечером. Было темно в нашей уральской столице, и, знаете, в жилых районах не всегда светло во дворах. И он возвращался, я не помню точно, но, по-моему, у него были сумки в руках, и он был занят. Его остановили хулиганы с целью, скажем так, напасть на него, отобрать у него его имущество, его деньги, может быть, телефон, еще какие-то ценности. Проанализировав ситуацию, он понял, что силы-то неравные, во-первых, он уже в возрасте, во-вторых, у него заняты руки, и он даже убежать не сможет. Нужно как-то что-то предпринять. И он принял решение, что он не поддастся на это, и заявил им о том, что они не имеют права его трогать. Ну, как бы они, конечно, так удивились немножко, почему мы этому не имеем права. Он сказал, я Божье дитя, я Божий человек, вы не имеете права меня трогать. Я принадлежу ему, я Божий храм, он живет во мне. Что-то подобное он им сообщил, я не знаю, что они подумали, но трогать они его не стали. Они отстали от него, по крайней мере, все обошлось. И это, ну, своего рода свидетельство того, что Бог защищает нас, не правда ли? Господь заботится о нас, называя своими детьми. Он называет нас своим храмом. И в послании к Коринфянам, в третьей главе, 16-17 стих, написано. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Мы это понимаем прекрасно, мы знаем об этом. Об этом очень часто проповедуется и говорится о том, что Господь любит своих детей. О том, что Он защищает каждого из нас. О том, что Он заботится о нас, дает нам все необходимое, обеспечивая нас. Правда ли? Да так и есть. Но что же такое Божий храм? Это может быть строение или, как написано, нерукотворное строение. То есть наши тела, наша плоть, которую нельзя трогать, в которых живет Бог. Очень часто складывается впечатление, что в этой фразе, я Божий храм, слово Божий, оно как бы прилагательное, украшающее нас. То есть я красивый храм, я веселый храм, я интересный храм, и я Божий храм. То есть оно нас своего рода так определяет, что я Божий храм. Но это прилагательное говорит о принадлежности, о том, что мы принадлежим Богу, что этот храм не наш. И в нас нет заслуги, он Божий храм. Знаете, я хочу прочитать также из послания к Коринфянам, 6 главы, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляя Бога и в телах ваших, и в душах ваших, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Я хочу привести пример, чтобы было немножко понятнее. Я думаю, что у многих дома живут домашние животные. Маленькие, большие, разные. Я знаю людей, у которых дома живут домашние животные, большие, лошади. А знаю людей, у которых дома живут маленькие домашние животные, хомячки. И вот представьте себе, что хомячок, он такой говорит, я Сережин хомячок. Говоря Сережин, подразумеваем, что он принадлежит Сереже. И этот хомячок думает, я когда хочу, кушаю, когда не хочу, не кушаю, когда хочу, бегаю по колесику, а когда не хочу, не бегаю по колесику. Моя жизнь в моих руках, я что хочу, то и делаю. Но ведь это довольно условно, не правда ли? А если Сережа не очень ответственный и молодой человек, забыл покормить хомячка, у хомячка беда, у него проблема, он голодает. Он уже пробежал очень много километров на этом колесике, ему кушать хочется, потерял калории. А если Сережа вообще, не дай бог, уехал в отпуск, забыв про хомячка? Ой, это вообще страшно, не правда ли? И знаете, вся жизнь этого маленького пушистого существа зависит от Сережи, зависит от его хозяина, зависит от его господина. И Господь, Бог наш, Он так и называется в Священном Писании, Господь, то есть Господин, Хозяин. Мы очень часто хвалимся тем, что мы любимые дети Божьи, Он защищает нас. Но кроме наших прав, у нас ведь есть еще и обязанности. У Бога есть власть над вами, Он ваш Господин, надо мной, Он Хозяин нашей жизни, от Него зависит все. Будет ли корм у нас сегодня, будет ли вообще это колесико, и разрешит ли Он нам слазить с этого колесика иногда, для того, чтобы передохнуть. Да, действительно, все в Его руках. Он наш Хозяин, Он имеет власть над нами, Он наш Собственник. Если мы вспомним, да, про храм, про здание. Это здание принадлежит кому-то, и Собственник вправе им распоряжаться. Я не так давно служил на Альфа-курсе и говорил тему, называется она так, как Бог ведет нас. И один из пунктов этой темы был, назывался так, у Бога есть план на твою жизнь. И для людей, которые приходят на Альфа-курс, они не так давно верующие, или вообще впервые пришли, они только знакомятся с основами христианской веры, такой вопрос, а какой этот план, а что Он от меня хочет, как это, Он имеет власть надо мной, а вдруг это страшно, а вдруг Он что-то плохое хочет в моей жизни увидеть, сделать. Авторы курса подсказывают ответ. Вы не переживайте, говорит, если Господь что-то запланировал для вашей жизни, и оно вам сейчас не нравится, Он сначала положит желание в ваше сердце, а потом даст вам это призвание, обетование, этот план. Так ведь оно происходит. Но не всегда люди соглашаются с Божьим планом. Правда ли? Иногда люди упорствуют в своих желаниях. Этот хомячок может сказать, да я вообще самостоятельный, убегу я от Сережи. И вы представьте этого маленького хомячка на улицах уральской столицы в минус 10. Вообще беда. Вообще жизнь не удалась. И знаете, очень хороший, я думаю, известный всем пример о том, как Господь желал воплотить свой план в жизни целого народа. Но этот народ упорствовал и не вошел в Божье призвание. Этот пример про израильский народ, который вышел из египетского рабства. И в книге Исход, в третьей главе написано, что Господь, 7 стих, Исход, 3 глава, 7 стих, «И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывезти его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев». Это был Божий план. Господь сказал, «Да, я услышал зов своего народа. Я хочу лучшую судьбу для них. Я приготовил для них потрясающую землю, где течет молоко и мед». Но что сказали евреи? Да, Моисей приложил немало усилий для того, чтобы этот народ вышел. Но, знаете, евреи все время были чем-то недовольны. И самое страшное произошло, когда они ходили смотреть эту обетованную землю, и они испугались. Они сказали, «Нет, там очень большие дяди. Они нас поколотят. Мы не войдем в эту обетованную землю. Мы боимся умереть. Моисей, куда ты нас? И зачем вывел?» Но Господь сказал, «Я хочу дать вам эту землю». Помните, чего хотели евреи? «Верни нас в Египет. Лука хотим. Лука». Вот иногда люди, Бог желает им дать меда, а они говорят, «Нет, меня лук вполне устраивает. Я лук буду кушать». Но Господь ведь, Он воистину дал им свободу. Он вывел их из этого рабства. И вроде бы, ну как, они вошли в свое призвание? Вроде бы, они получили эту свободу? Но ведь не до конца. И в ВКонтакте недавно увидел такой пост интересный, мне очень понравился. Там написано так, «Одним Бог дал крылья, а другим пенделя». И вроде бы все летят, а какие разные ощущения и перспективы. Иногда Господь, для того, чтобы побудить нас войти в Его Божье призвание, побуждает нас. Если мы не принимаем Его Слово, не принимаем Его Откровение. И так произошло с израильским народом. Да, Он сделал, можно сказать, силой, Он вывел их оттуда. Они получили физическую свободу от рабства. Но получили ли они свободу в своих сердцах, в своих умах? Нет. Они остались в рабском мышлении. Они остались рабами в своем разуме. Они сказали, «Да нет, у нас там было хорошо. Мы не верим тому, что будет дальше. Верни нас обратно». Они остались в этом. Несмотря на то, что они уже не принадлежали египтянам. И перспективы у них были нерадужные. В обитованную землю вошли единицы. Люди, поверившие Богу. Знаете, я когда готовился, я думал, вот скажу я об этом. О том, что приходя в церковь, мы слышим, что Господь дает тебе свободу. И я знаю, что Он дает. Я, придя в церковь, получил свободу от множества негативных зависимостей, каких-то своих привычек, физических, реально ощущаемых пороков. Но не все получают свободу от рабского мышления. Не все и не сразу. И знаете, я думаю, скажу об этом, и что? У людей останется вопрос. Я представил себе на вашем мысли, думаю, а что дальше-то? Что дальше? Ну, хорошо. А как мне узнать? Осталось у меня рабское мышление? Или же нет? И если осталось, как от него избавиться? Как получить свободу Божье мышление в своей жизни? И я хочу сегодня просто показать вам дорогу к свободе Божьем мышлении. И знаете, мы иногда просим у Бога и думаем о том, что, Господь, освободи меня от пагубной привычки. И думаем, что придя в церковь, уверовав, вся задача Бога освободить тебя от пьянства, от курения, дать тебе хорошую работу, дать тебе хорошую семью, и, там, я не знаю, коттедж, ламборджини, и все, и вот, ну, как бы, и хорошо. Но знаете, Он действительно желает изменить ваше восприятие окружающего мира. И что же такое, как понять, что у меня мышление несовершенное? Есть такие стереотипы у всех людей, что все делится на два цвета. Черное и белое. Есть поступки плохие и хорошие. Есть вещи злые, а есть вещи добрые. Есть созидание и есть разрушение. Но знаете, и от этого возникает такая мысль у нас, что там, где-то на небесах, Бог с дьяволом играют шахматы. И иногда один побеждает, потом другой побеждает. И все время, вся наша жизнь, это вот борьба двух сил света и тьмы. И мы находимся где-то там на шахматной доске и нас то в одну сторону, то в другую сторону, то одни на нашей стороне, то другие. И это противоречит Библии. Это не так. Бог и дьявол вообще не противники. Ну, в смысле неравносильные противники. Они не воюют друг с другом. Представьте себе свет, который зажигается в темной комнате. Все, тьма уходит. Где там борьба? Где там война? Нет, они не воюют. Бог наш творец. Дьявол не имеет власти над ним. Не имеет власти над ним. Никакой он не может на него повлиять. Знаете, иногда кажется, что в жизни происходят плохие вещи. Я смотрел ролик свидетельства одной женщины, которая, сидя в инвалидной коляске, рассказывает свою историю, историю своей жизни. О том, что она вышла замуж не по любви. она не очень любила своего мужа и ее жизнь была мучением. Ей не нравилась ее жизнь. Она не понимала, чем она занимается, ей это не нравилось, не любила свою работу. И однажды они ехали с мужем на машине и попали в страшную аварию. Муж был за рулем. Ему удалось спастись, он выпрыгнул или отделался легкими повреждениями. А она очень сильно пострадала. И пострадала ее позвоночник. Ей сказали, что она никогда не сможет ходить. Потом ей врач сказал о том, что она никогда не сможет иметь детей. Казалось бы, все рухнуло, все плохо. Вообще, куда еще хуже. Муж развелся с ней. Что делать? Знаете, она не опустила руки. Она согласилась с тем состоянием, которое у нее есть. Она сказала, хорошо. Она с детства хотела рисовать. И на больничной койке она начала рисовать. Она попросила бумагу, карандаши или краски, начала рисовать. И люди стали восхищаться ее работами. Она рисовала свою боль, а люди видели там красоту. Знаете, это подняло ее в ее жизнь. Спустя какое-то время, когда она размышляла о том, что не может иметь детей, она задумалась, как много детей нуждаются в родителях на этой земле. Я же могу принять, усыновить ребенка. И она сделала это. Она усыновила ребенка. Когда она рассказывала это свидетельство этому ребенку, было больше шести лет, и она с самого рождения, а взяла она его в двухмесячном возрасте. Она стала полноценной матерью, счастливая семья. Более того, она участвовала в какой-то социальной работе в той стране, из которой был ее сын. и она достигла хорошего результата, больших успехов в своем труде и в своей работе. И знаете, что она говорила в этом свидетельстве? Что она счастлива, что она рада и благодарна Богу за ее жизнь. И если бы этой аварии тогда не произошло, ее жизнь могла произойти по-другому. Она свидетельствовала о том, что иногда вещи, разрушающие нашу жизнь, приводят к благу, приводят к тому, что Бог может явить свою волю в твоей жизни. Знаете, бывает наоборот. Бывает наоборот, когда, казалось бы, хорошие вещи люди желают совершить ради благих целей, но вредят. Я тут недавно, ну как недавно, уже наверное давно, потому что после этого случая я этого не делаю. Решил прибраться на кухне. Ну я получил. Я ведь из благих побуждений решил это сделать. Но ведь вы понимаете, что там есть хозяин, моя жена. И она имеет свой порядок. Она знает, где у нее что лежит. по моему мнению, все лежало неправильно. Я все положил так, как должно лежать. Но это была медвежья услуга, она не нужна была ей. но я добро хотел сделать. Нет, я сделал зло. Знаете, я слышал историю про то, как одному мужчине жена навела порядок в гараже. Тоже довольно интересно. Думаю, что она много о себе узнала после этого. Это не нужно мужчинам. Дорогие женщины, не надо наводить порядок у мужчины в гараже. Чревато последствиями. Мужчины точно так же не лезьте на кухню, если вы там не имеете власть. И это действительно медвежья услуга. Иногда наши благие побуждения приводят к печальным последствиям. Можно долго об этом размышлять, но вы знаете, что Господь желает дать нам свободу в этом мышлении. Он желает нам показать, что не все с первого взгляда плохие вещи плохие и не все по нашему мнению хорошие вещи хорошие. Это влияет на наше мышление. Знаете, я хочу сказать, что есть индикатор в твоей жизни, как ты мыслишь, по Божьей воле или же нет. если ты чем-то недоволен в своей жизни, как евреи, значит тебе нужно поменять свое мышление. Поверьте мне, у вас, драгоценные, есть все, все в вашей жизни для того, чтобы благодарить за нее, радоваться ей и наслаждаться своей жизнью. Если вы недовольны чем-то, посмотрите на это с другой стороны, поменяйте свое мышление. Господь в Священном Писании написано, что все начинается с покаяния. Правда ли? А что такое покаяние? Все знают, ну или не все, но знают, те, кто учились, что это слово переводится метаноя, как изменение мышления. И это химический процесс, происходящий внутри твоей головы. Это не физическое освобождение, не физическая свобода. О чем же тогда говорит, если не о добре и зле Священное Писание? Оно говорит о грехе. О том, что Господь желает вести нас, но иногда люди совершают грех. Что такое грех? Это какой-то плохой поступок? Пить грех, курить грех, прелюбодействовать грех, воровать грех, может быть обманывать грех? Есть в Священном Писании такие очень острые места. Например, вы слышали про блудницу по имени Раав, которая пустила Саглядатаев в свой дом и соврала, что она их не видела. Ну, точнее, видела, но они ушли. Она не выдала их. И знаете, что произошло? Господь сказал, потрясающе, что ты так сделала. Твоя жизнь будет благословенна после этого. И она осталась израильским народом после их победы. А может быть, вот та история с Моисеем, с выходом израильского народа из рабства. Повивальные бабки, они ослушались, они ослушались приказа убивать всех младенцев. Ну, ослушаться приказа плохо. Это зло. Власть, закон. Мы все живем в государстве, в котором есть законы, и нарушать их, это зло, это плохо. Но Господь благословил повивальных бабок. Как так? Как так? Может быть, это было не зло? Или что такое зло? Мы считаем, что грех это обязательно какой-то плохой поступок. и мы очень сильно концентрируемся на видимых грехах, особенно своего соседа. Мы не забываем сказать ему, что давай завязывай уже, хватит тебе врать или хватит тебе воровать. Но ведь грех тоже имеет свой перевод, это слово. оно переводится как пройти мимо, не попасть в цель, промахнуться. И да, Писание говорит о том, что Господь дает нам заповеди, дает нам наставления, ведет и руководит нами. И если мы не слушаемся его, это грех. Но ведь заповеди не десять, и даже не две, как в Новом Завете. Их много. Господь каждый день дает в твое сердце. Он каждый день тебя побуждает что-то сделать, что-то совершить. И эти заповеди не уложатся в рамки белого и черного. Они индивидуальны. И если ты не прислушиваешься к ним и не принимаешь свою жизнь, ты совершаешь грех. Ты не попадаешь в цель. Промах. Но ведь это как раз не Божья воля. Господь желает чтобы мы вошли в его план. Он желает чтобы мы вошли в эту обетованную землю для каждой жизни, для каждого человека. Он желает чтобы мы попали в эту цель. И для этого нам нужно слышать его голос. Нужно принимать его и следовать за ним. Знаете, иногда Господь стучится в наше сердце и говорит тебе нужно пойти проповедовать. Ты думаешь а нет зачем там вон сколько проповедников пускай они проповедуют я не умею. Но знаете отказаться от этого это тоже грех. Или иногда Господь побуждает тебя послужить твоей жене или твоим домашним твоей семье. Ты говоришь да нет они не правы они меня раздражают или они вообще забыли про меня. Если Господь побуждает тебя а ты не соглашаешься с этим это тоже грех. Если Господь побуждает тебя сменить свой род деятельности следовать за ним а ты говоришь да нет Господь меня здесь все устраивает я лук кушаю все хорошо мне на лук хватает Господь говорит да нет я для тебя мед приготовил тебе нужно идти ты говоришь Господь ну как там же предстоит трудности а вдруг что-то не получится вспомните этих евреев они говорили Бог нам страшно Моисей нас убьют нас убьют они большие там исполины но Господь желал их ввести в эту землю так же как каждого из вас он желает ввести свой божий план и отказ от этого это промах это промах мимо цели это не попадание туда это ошибка если тебе что-то не нравится в твоей жизни может быть что-то нужно поменять не бойся отказаться от этого многие вещи для того чтобы получились для того чтобы на них нашлось время для того чтобы их совершить нужно подготовить площадку и распрощаться с прошлым оставить что-то да это больно да это не всегда правильно с нашей точки зрения но может быть это Божья воля знаете я хочу небольшой пример показать Миша Ксюша выйдите пожалуйста пример который говорит о том что нам придется для того чтобы получить благословение и расширить свои пределы перенести какую-то боль перенести какое-то испытание какую-то сложность и без этого не получится возьмитесь крепко за руку замечательная пара правда ли а представьте себе что это крепкая церковь крепкая домашняя церковь Господь призвал церковь расти не правда ли кто-то ходит на домашнюю группу а кто ходит на домашнюю группу у которой нету новых людей уже долгое долгое время представьте себе что вы очень крепко держитесь за руки и новому человеку для того чтобы прийти к вам нужно сделать следующее понимаете им не хотелось распускаться и нам не хочется нам комфортно нам классно нас все устраивает но Господь говорит вы должны расти спасибо большое вы должны расти это мой план для вашей жизни да будет не всегда так как хочется мне уже комфортно с этим человеком рядышком я так к нему привык Господь детей дает семьям для того чтобы они могли немножко как-то разбавить свое пребывание вдвоем да Валера а иногда дает много детей и это благословение это Божий план чтоб мы не боялись мы не боялись распустить эти руки ведь человек хочет встать рядом с нами человек хочет быть рядом с нами для этого нам придется что-то оставить знаете это своего рода шаг веры и многих останавливает страх многих останавливает неизвестность но если Господь говорит тебе то то Божье благословение оно придет и тебе нужно лишь доверять ему я хочу рассказать еще один пример который меня очень сильно коснулся это пример нашего Господа я раньше этого не замечал что он тоже совершал в нашем понимании разрушающий поступок что-то плохое в нашем понимании Священное Писание говорит не убивай правда ведь я хочу прочитать вам из Евангелия Матфея 27 глава 39 стих проходящие же злословили его Иисуса кивая головами своими и говоря разрушающий храм и в три дня созидающий спаси себя самого если ты сын Божий сойди с креста подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили других спасал а себя самого не можешь спасти если он царь Израилев пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него что ему стоило он ведь мог да мог фарисеи распяли его или он сам допустил эту ситуацию в свою жизнь он сам согласился с этим решением с этим призванием мы помним как он молился в Гефсимане господи да минует чаша все да пройдет она мимо меня знаете тогда бы это был бы грех потому что он бы тогда не достиг цели ведь его цель была на этом кресте он смирился перед Божьей волей он не испугался хотя он знал исход он знал что он умрет и не побоялся этого он пошел на этот крест знаете написано что он разрушающий и в три дня созидающий он сам разрушил свой храм физический телесный храм земной плотской но господь восстановил этот храм он созидал его духовный вечный потом этого бы не произошло не смогло бы произойти не смогло бы если бы земной храм не разрушился не смог бы вечный храм создаться так и господь в нашу жизнь он говорит совершай совершай то к чему я призываю тебя не бойся не смущайся я знаю что кого-то господь призывает здесь молиться за людей и они будут получать исцеление но я также верю что господь призывает людей учиться становиться докторами врачами и исцелять людей и это не меньшее чудо правда я знаю что господь кого-то призывает молиться не молиться он призывает каждого из нас молиться и ходатайствовать за этот народ но этот человек обходит стороной нашу молитвенную комнату боясь туда заглянуть вдруг затянет не бойся заходи господь побуждает тебя знаете кого-то господь побуждает быть даятелем и он желает изменить твое мышление то что есть у тебя это не твое может быть ты успешен в своей работе в своем бизнесе в предприятии и ты растешь твои финансы растут но господь побуждает тебя быть даятелем ты говоришь ну господь а как же я слушайся господа я не говорю это каждому но я верю что кому-то господь стучится я верю что кого-то господь призывает на служение ну как бог там же ответственность там же люди помогать нуждающимся обездоленным да господь побуждает кого-то встать и понести эту ношу не бойся вставай ты получишь получишь за это землю в которой течет молоко и мед господь призывает тебя не сиди просто так как этот хомячок в своем колесе он призывает тебя у него есть план и цель для твоей жизни следуй следуй за ним это не будет так просто может быть займет какое-то время может быть придется приложить усилия и даже скорее всего пережить страдания но это божий план и он благой он благой давайте мы помолимся с вами дорогой небесный отец благодарим тебя за то что ты явил нам свой свет привел нас в свой дом назвал 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 нас своими детьми являешь нам свою любовь и защиту охраняешь наши жизни наш быт наше здоровье наши семьи господь благодарны тебе за это боже и мы желаем не просто жить в твоей благодати в твоей любви но мы желаем исполнять твою волю исполнять то предназначение ради которого ты поместил нас сюда здесь на этой земле в этом городе городе Екатеринбурге в той семье в которой мы живем на той работе на которой мы работаем господь ты желаешь совершать через нас свое действие свою работу здесь на этой земле господь помоги нам помоги нам слышать твой голос и следовать за ним не следовать за людьми не следовать за рабским мышлением за черным или белым но следовать за твоим побуждением за твоей волей за твоей славой господь оставить все недовольство и разочарование от наших жизней принять то что мы имеем сегодня прислушавшись к тебе совершить сделать то что в наших силах исследовать вперед забывая заднее простираться вперед к твоей почести вышнего звания во христе иисусе господь мы желаем войти в это призвание мы желаем следовать за тобой мы желаем подчиниться твоей власти как господина и выполнять то что ты пожелаешь от нас господь даруй нам смелости даруй нам уверенности сделать этот шаг этот шаг веры иногда в неизвестность иногда в сложные обстоятельства иногда в боль но господь шаг веры в тебе для того чтобы следовать дальше для того чтобы наш храм земной он был разрушен но твой храм вечный был создан здесь в наших жизнях в наших телах в наших сердцах по имя Иисуса Христа благодарим тебя и славя великий всемогущий Господь отец сын и святой дух все верующий это скажет аминь и сме и снеж аминь Продолжение следует...